Мы должны сделать все для того, чтобы имена сегодняшних политических заключенных звучали, чтобы наши партнеры по тем международным организациям, где эти обязательства четко зафиксированы, принимали соответствующие меры, в том числе и практического характера. В шести странах ОПСЕ в настоящее время принято и действует закон Магнитского о персональных индивидуальных санкциях в отношении нарушителей прав человека. Три недели назад, в начале октября, несколько американских сенаторов, в том числе Бенджамин Кардин, автор закона Магнитского, направили официальный запрос в Госдепартамент и Министерство юстиции с требованием ввести персональные санкции в отношении лиц, несущих ответственность за наличие в России политических заключенных. Там были названы как имена конкретных политзаключенных, в частности Константина Котова, в частности Алексея Вичунина, и там были названы имена людей, которые несут ответственность за их содержание в теме, например, Юрий Абельчакин, генеральный бюро Российской Федерации. Запрос был поднан три недели назад, ответа еще нет, он должен прийти в течение месяца. Именно на это, как мне кажется, должна быть направлена вся наша деятельность, в том числе и в международную область. Конечно, безумно важно привлекать внимание к этим делам за рубежом, к международному уровню. Но не менее важно, а мне кажется, что, честно говоря, и более важно, это распространять эту информацию здесь, внутри, у нас, в России. Удивительным образом нам, которые в этой теме, кажется, что все все знают. Мы сидим вот в этих бабах, да, вот в этих пузырях своих социальных сетей, из которых мы вычистили, правильно сделали, потому что психическое здоровье, оно одно. Вычистили, значит, тех, кто мог бы прийти и сказать, что там такое нам неприятное. Мы сидим, и нам кажется, у нас такой консенсус, что мы же все понимаем, какой ужас происходит. Но это не так. Огромное количество людей, причем потенциально людей, которые могли бы, и я уверена буду присоединяться в наше возмущение от происходящего, не в курсе, не знают, что это это, либо не понимают каких-то вещей. Например, нам очевидно, что свобода собрания – это абсолютное право, что не может быть незаконным мирным митингом. По определению и по действующему сейчас в России закону, которым сказано, что конвенция европейская по правам человека, которым сказано, что государство не может произвольно вмешиваться несоразмерно в право на мирное собрание, до тех пор, пока оно мирное. Эта конвенция действует в России, Верховный суд говорит, что она обязательна к исполнению, и трактовка ее европейским судом к правам человека обязательна для применения российскими судами. Но это так, это на бумаге. А нас судьям абсолютно все равно. Они вот из тех процессов, много из нас проходили, по административным делам, которых было просто десятки, сотни было этим летом. В основном они были прям 5 минут во всем отказать Борисон виновным штрафоплачиваем там. Но иногда судьи позволяли себе с нами разговаривать, потому что все живые люди, тяжелый день, 183-й кейс, и тут вроде кто-то друг другу улыбнулся. И мы в эти редкие моменты разговоров говорили, «Слушайте, ну вы же нарушены, вы же что не знали, что этот митинг не разрешен властям?» Я все равно разговариваю, пытаясь не только, ну понятно, с людьми, мне кажется, это важные, молодцы те, кто сейчас делают эти метры пикеты на лагерей, и выгодят, это супер, это вот давно как бы надо было, да, и здорово, что люди это делают. И выходят, это молодое новое поколение, которое хочет рассказать, и надо рассказать. И второй момент, тоже очень важный, в принципе, я только чуть-чуть понимаю сказать, когда я сговариваю, вот так называемые представители силовиков, некоторые из них идут на такой неофициальный контакт, и мы с ними обсуждаем. И они, конечно, понимают, потому что дела уже пошли настолько беспредельные, с точки зрения юридической, что люди, получившие высшие образы, они не могут не понимать, что происходит. Но они говорят две вещи. Первое, ну это же, как вы понимаете, что это правильный государственный, понимаете, что это политик, ну да, это политик, понимаете, что это не мы, но это не наши решения. И второе, да мы понимаем, ну даже в общем-то иском ни в чем-то за вас, но у вас же ничего не получится. Абсолютная задача, вот ключевым моментом я вижу какие-то просвещения в обществе, и попытки нас всех, в общем-то, убедить, может быть, себя сначала, а потом уже это общество, в котором надо продолжать ходить, в том, что получится. Как только поверят в то, что у нас, у нас все, в том числе у них, что-то может получиться, нас будет на порядок больше. Вот победить вот этот вессимист ужасно сложно, мне кажется, необходимо у тебя. В этой ситуации вообще единственное, что можно делать, это вот заниматься таким снижением вреда, то есть попытками не отчаяниясь, отстоять как можно больше конкретных людей, ведь в некоторых ситуациях это возможно, значит это возможно будет и дальше. А с другой стороны усилия по отставанию конкретных людей, по обсуждению этих вопросов и просто отсутствие апатии для власти, мне кажется, может стать очень серьезным сигналом в отношении того, что подобные репрессии не работают. И тот страх, который, безусловно, был нагнетен, скажем, болотным делом в 2012 году, его уже не существует, и таким образом очки протеста подавить невозможно. И единственный способ сегодня для власти справиться с процессом это нормальное взаимодействие с обществом и налаживание нормальной обратной связи, которая на сегодняшний день, к сожалению, почти отсутствует. Потому что мы правда живем в ситуации, когда находящиеся наверху с трудом понимают, что в тех или иных регионах, в тех или иных сообществах людей беспокоят, волнуют, и какая проблема может оказаться совершенно взрывоопасной. Потому что такого рода протестов в Москве вокруг выборов в Городскую Думу явно не ожидали. Таких протяженных протестов в Шейсе, в Архангельской области по поводу мусорного полигона тоже не ожидали, вот кому нужна эта комарийная болота, неужели люди с него будут выходить, не ожидали протестов в Ингушетии такого масштаба. Это все провалы власти и провалы власти, которые можно объяснить ровно одним. Нет обратной связи, нет понимания тех процессов, которые происходят в обществе, а для налаживания нормальной жизни, нормального функционирования государства. Все эти каналы связи необходимо как-то воскресить и наладить. Спасибо.